Приветствую всех! С вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика Гамбитные эксперименты. Рубрика, где мы с вами проверяем различные гамбиты и пытаемся нарастить рейтинг. Ну что ж, думаю наконец-то, что сейчас я должен проиграть, поскольку все время выигрывать невозможно. Давайте создадим игру. Так, 3 плюс 0, контроль времени, как мы с вами договаривались. Рейтинг у меня 2200. Значит ставим мы с вами 2100. Минималку, ну и максималку, соответственно, 2900. Пусть такая и будет. Нажимаем случайный цвет и уж на уровне 2100 мне кажется, что должны меня все-таки обыгрывать. Ну что ж, дождемся соперника. Итак, дождались мы соперника. Ну что ж, давайте играем Е4 2265. Е5 и сыграем северный гамбит. Так, ну вот северный гамбит, видите, как соперник играет? Соперник играет на самом деле достаточно плотно и получается что-то наподобие, да, вот такой вот системы. Слон Ж4, все это вроде бы точнейшие ходы. Здесь слон Е2 или слон Е3, уже точно не помню. В принципе, если не знаешь теорию, то дела могут быть плохи. Ну пока укрепляемся и конь С3 хотим сыграть, потом сыграть. Да, рокировка. Ну что, здесь видим слон Е3. Кстати, пока ничего вроде бы не пожертвовал, что довольно-таки странно. 2265, ну соперник не захотел играть гамбит. Ладно, будем проигрывать в обычные шахматы. Жаль, гамбита не получилось, но, как мы видим, не я в этом виноват. Слон Д6, да, на А3 теперь последует слон бьет А3. Это к гадалке не ходи, но что будет на, например, конь Б5. Так, ну теперь такого опасного слона, конечно же, нужно разменять. Есть ли у меня ход ферзь А4? Пока ферзь А4, прицеливаемся и где-то хотим А3, Б4 или слон Б5. Но слон Б5 пока хода нет. Так, соперник играет довольно-таки интересно. Не опасно ли это, товарищи, так вскрывать свои фигуры? Ведь там на А7 будет провисать. Там же будет провисать на А7. Давайте попробуем король А1, вот так, хитро. Он С5 может сыграть? Так, конь бьет Ф3. Стоп. Слон бьет А7. Король сюда. Не, ну ферзь бьет А7-то в промежутке надо взять, конечно. Промежутки возьмем. Промежуток должен быть. И взяли ЖФ. Грозит ладья Д1. Придется отдавать ферзя. Грозит ферзь А8 шах и ферзь бьет Б7. Ну и позиция становится у черных на уровне-таки тяжелая. Ферзь С6 надо играть. Ну и там, видимо, король Ж2 надо будет играть. Ферзь С6, король Ж2. Или ферзь А6. Ферзь А6, наверное, поточнее. Да, ферзь А6, так соперник и играет. Ну что, здесь, в принципе, у меня выбор либо менять ферзей, либо не менять ферзей, играть ферзь С5. Ну давайте поменяем ферзей. Я думаю, что это правильно и логично. И играть вот такое окончание. Пешка на С7 слабая у черных. Грозит слон Б6. Грозит слон Ф4. Значит, теперь сдваиваем, наверное, ладьи по пятой линии, чтобы не было хода Конь Д5. Поэтому Ладья Д5 соперник играет. Ну, сдваиваемся. Соперник упрощает себе защиту. Но позиция по-прежнему остается, может быть, на граммулечку в пользу белых. Ну, может быть, на миллиграмм. Конь Д5 у него есть ход. Ну, тогда я отойду. Да, Конь Д5 он так и играет. Куда вот теперь отходить слоном, вопрос. На Ж3, наверное. Надо отходить, хотя и в 5 получил. Наверное, не точно сыграл. Хотя на И5 слон Е5, а я обратно убегаю. Так, Ладью. Хочет бедную Ладью мою взять. В Б4 пока хода нет, Ладя Ц4. Да, слона не туда убрал. Видим, что слона убрал я не туда. Ладно, пока КЖ2. Надо срочно слона возвращать на базу. Слон Д6. Здесь даем шаг, защищаясь от слона Е3. Но пока не защищаемся от другого хода. Так, стоп, у меня слон висит. Ой, 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 что я наделал? Ладно. Пока играем так. И слон Д4, да? Если он заберет, слон Д4 на А2 на Ж7. На Ж7. Так, ну что, у соперника лишняя пешка. И, наверное, выигранная позиция все-таки. Я думаю. Скорее всего, выигранная позиция, потому что пешки идут очень быстро. Так, сюда. Ой, КЕ3 зеваю. Да. Ну все, надо сдаться. КЕ3 зеваю. И все-таки, наконец-то, я сдамся. Но соперник не видит. Ё-моё, что-то какое-то массовое помешательство. С5. Да, ну соперник, видимо, и так здесь побеждает. У меня 17 секунд, тем более. Здесь шлепинг сейчас будет все решать. Все решает шлепинг, но соперник зависает. Смотрите. Соперник начинает подвисать, и я начинаю все отъедать. Забрал здесь. Шах дал. Отошел. Шах! Соел коня. Так, встал сюда. Встал сюда? А, да, точно, он же съедает. Ну соперник и 4 секунды. 2 секунды. Срублю флаг. Тут уже все понятно. Хотя соперник, смотрите, начинает лагать. А что такое? Почему соперник начинает лагать? Я начинаю лагать? Да, соперник лагер попался, видите? Соперник попался лагер. Ну что ж, ребята. Такая вот веселая партия. И у соперника, я думал, что я свой флаг снесу. Соперник неожиданно начал лагать. Исключился какой-то у него лаг. И в результате я проиграл. Ну что ж, случилось то, что случилось. То, что должно было случиться. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!